В свое время, а время это, между прочим, далекое, 2015 год, как вспомнишь, так слезы наворачиваются, но я вообще не об этом. В общем, именно в 2015 году вышла первая Dying Light, и я хорошо помню, что на моего друга она произвела мощное впечатление. Он по три раза на неделю мне рассказывал о ней и всячески рекомендовал в нее поиграть. А что вместо этого делал я, спросите вы, а я вместо этого играл в Dark Souls. А вот играл бы в Dying Light, был бы сейчас, наверное, перекресток миров по Dying Light. Ну, я и не об этом тоже, на самом-то деле. В общем, время шло, а я все как-то не садился за игру. Я в собственной голове дал ей не слишком уж высокий приоритет, а тогда, если помните, еще и Ведьмак-Педьмак вышел. Dark Souls и Ведьмак, что вообще еще нужно для счастья? Поиграл и умер довольный. Дело не в том, что я не люблю хорроры. Dying Light не хоррор. И к зомби у меня хоть и настороженные отношения, я их не очень-то люблю. Стандартных вот этих вот голливудских зомби, которые мозги такие вот. Но в 2013 году я потратил не один десяток часов на суперское просто-таки прохождение Dead Rising 3. Просто так уж совпало, что вот не приближался я к Dying Light. Приблизился я к ней только на исходе 2021 года, да и то с подачи друга в кооперативе. Это нужно отметить особо, ведь в кооперативе игра выглядит все же иначе. И ты подмечаешь то, что в одиночном прохождении, возможно, не подметил бы. Суть в том, что лично мне так воспетая всеми вокруг Dying Light не то, что прям вот совсем не понравилось. Но я так скажу, в отличие от того же Dead Rising, я бы, наверное, в такое один играть точно не сел. В кооперативе еще куда не шло. Несмотря на все плюсы игры, которых на самом-то деле немало, несмотря на то, что это действительно вполне интересная игра по своему геймплею, мне она, что называется, не зашла. Однако уже по названной только что причине я могу все же ее рекомендовать, причем вполне смело. Если кто-то не расслышал, это причина геймплей. На самом деле только лишен, потому что другие аспекты тут, ну, не то чтобы незначительны. Возможно, это я их так воспринимаю. Ааа, да, а вы и рады ухватиться за эту соломинку. Ты же сам сказал, что это возможно, поэтому мы теперь будем все этим оправдывать. Ну, я напомню на всякий случай, любой обзор игры субъективен, объективных обзоров не существует. Пусть это не станет для вас сюрпризом. В общем, местная атмосфера мне показалась довольно пресной. Вообще, все вот эти вот зомби-апокалипсисы имеют часто схожую атмосферу, а именно атмосферу разрухи и громадной толпы, то есть такого антиодиночества. Притом, зомби тебе не могут нанести серьезного урона, как правило. Ну, в данном случае точно не могут. Ну, то есть могут, конечно, но в целом-то, если ушами не хлопать, то все будет в порядке. А вот ночью можно просто в убежище отсидеться. То есть ощущение полной такой защищенности, даже на марше. Пресная, короче, атмосфера. Нет ощущения опасности или интереса к исследованиям. Тут исследовать нечего. Тут роль играет антураж. Какой здесь антураж? Ну, сперва это внушительных размеров трущобы, такие фавелы мексиканские из ракушек и досок. Вот никогда их не любил, но их очень почему-то любят пихать в игры. Или просто мне так на них везло. Call of Duty Max Payne 3. Помните, там тоже такое вот было. Тут и просто бегать-то не сильно хочется. Что тут, в принципе, можно исследовать? Зайти в бункер, и там лаборатория по исследованию зомби. Ну, круто, хорошо. В чем интрига-то? Ни в чем. То ли дело там какие-нибудь руины старой, гробницы, да? Вторая половина игры это эдакий Тадж-Махал. Ощущаешь себя то ли принцем Персии на пенсии, то ли просто таким престарелым Эдсо в Константинополе. Ну, вообще-то уже вот такой антураж нравится мне больше, да и в целом архитектура начинает больше походить на ту, что предназначена для шныряния по крышам, под которой краски заточен геймплей. Которая не провалится, кстати, под тобой. Крыша-то, это тоже очень важно. Но опять же, исследовать здесь нечего, так как весь сюжет и все события подаются прямо и незатейливо. А там, где пытаются интриговать, ну, на мой взгляд, слишком уж всего очевидно. Не знаю, найду ли я нужный момент на видео, но вот скажите мне, у кого-то были сомнения, что на этой миссии парень станет зомби? Или что, вот у кого-то были сомнения после стольких намеков разом, что в конце... Ну, в общем, ладно, я не буду спойлерить. Вообще, что сюжет, что концовка здесь так себе. Завязка следующая. Ты агент-засланец. Ты выбрасываешься на территорию города, где вспыхнула эпидемия зомби-ковида и должен найти некие файлы, притворяясь своим для местных. В итоге тебя легко принимают за своего, встречают пирогами, а ты знаешь, что за кулисами творишь, порой не очень хорошие вещи, например, сжигаешь лекарства, которые тут на вес золота. Ты такой думаешь, блин, я же этого не заслужил, а тебя так нахваливают и нахваливают, прям спас, он нет. Это, наверное, самая льстивая игра из всех, что я видел. Хоть бы кто сомнился в твоей лояльности, ну правда. Ну и так как для местных ты раннер, почтальон-печкин, ты носишься туда-сюда, достаешь вещи и приносишь их кому надо, а потом сталкиваешься со злодеем. Злодеи карикатурные до нельзя. Просто до нельзя. Блин, меня редко раздражают злодеи, а когда раздражают, раздражение можно усмирить, обратив внимание на то, что злодей вписывается в ситуацию и в мир. К примеру... Эм... Знаете, я даже вспомнить-то никого не могу. А, не, могу, могу, могу. Злодеи из первого ведьмака. Вот выебывались, как только могли. И где они все в итоге? Здесь же злодей вот совершенно не вписывается в мир и ситуацию. Вот прям совершенно. Он пафосный настолько, насколько это вообще возможно. Он будто из Вархаммера сюда прибыл. Ему бы вот туда вернуться и играть там, за Тау или Эльдар. Ну серьезно. Тоном и в темпе неподобающем ситуации этот перец ведет себя не просто как сука, а как сука уверенный, что совершенно ничего с ним не случится ни при каких обстоятельствах. И самое главное, оно ведь так и получается. Вот как ты не усирайся, всегда так и получается. Кроме некоторых сюжетных моментов ближе к концу. По городу бегает раннер с пушкой. Мы, который в одиночку выносит целые базы, включая базы вооруженных головорезов. Не зомби, а уже бандитов. Плюс есть куча зомби, которых мы тоже выносим. Притом не только слабых, но и очень даже мощных. Нападают и разносят другие базы. Умирает при разных обстоятельствах персонажи, а этому хоть бы хны. Притом вот эта вот классика, знаете, обожая ее, когда ты пробираешься сквозь толпу врагов, в данном случае зомби. Ты пробираешься, ты буквально ныряешь в них как в воду и плывешь, плывешь. А он тебя ждет в конце. Он-то как туда попал? Как ты через них прошел, твою мать? Как, как, отвечаете в незамысловатый сценарий? Да вот так вот. Взял и прошел. Не спрашивай. Ох-ох-ох, да. Не буду, хорошо, не буду больше спрашивать. В общем, антагонист тут Мартин Сьюз самый настоящий, еще и раздражающий. Притом вот так быть дал в дыню. Ну, в принципе, этим все и кончается. Спойлер. Протагонист же, ну, как и положено, был укушен еще на старте, поэтому действовать нужно быстро. Искать лекарства, но быстро здесь имеет значение лишь в сюжетной конве. На геймплее это вообще никак не отображается. Бегай сколько хочешь, и это уверен к лучшему. А хотеть тут можно многое. Во-первых, я не просто так сказал про Dead Rising 3. Я постоянно сравнивал эти две игры при прохождении. Они действительно местами сильно похожи. Видимо, Дайнлайт черпал идеи именно из райзинга. Мне лично совершенно пофиг, кто и откуда их черпал. Пусть воруют сколько хотят, лишь бы в итоге получилось хорошо. А получилось в итоге, да, вполне хорошо за редкими, но меткими промахами. Значительное отличие от Dead Rising, Дайнлайт это игра про паркур и выживание с минимумом возможностей по устранению зомби и максимуму по отвлечению. Как-то так. Просто если вспомнить, какие прибамбасы можно было делать в райзинге, тут же понимаешь разницу. Здесь же наше основное преимущество это бег. Мы бежим, толкаемся, пихаемся, перепрыгиваем через зомби, проскальзываем у них под ногами, шибая их как кегли, такие страки, так бабах делая, да. Они все норовят ухватить тебя за всякое. Ну и у них, кстати, это очень хорошо получается, но в целом бегать здесь можно вполне свободно. Если в райзинге были реально прямо толпы зомби, то здесь такие встречаются только на эстакаде раза два-три за игру. И на мой взгляд это сильное упущение. Иногда просто не хватает целой толпы зомби. А иногда пусть преграждают немного такие нестандартные зомби, к примеру, пожарные с газовыми баллонами на спине, врачи в масочках, ну или просто громилы с огромной такой арматуриной. На первых парах все это даже может доставлять неприятности, но в целом это так, фигня. Ведь чаще всего наш путь будет пролегать по крышам. Вот бежишь ты такой по крыше дома моего и вспоминаешь, к примеру, Mirror's Edge. Система почти один в один, только там при беге было ощущение скорости плюс изменение цветовой схемы. Тут такого нет, тут просто бег. Наш боец настолько вынослив, что при его-то массе у него явно вместо сердца пламенный мотор. Выдохнуться здесь не тяжело, конечно, но дышка недолгая. Притом болевые ощущения у этого терминатора явно тоже снижены, ибо он замечательно прыгает, падает и цепляется рукой за краешек. Краешка, краешка крыши, ну вы знаете, как это обычно бывает, да? Просто после таких приземлений и цепляний как минимум минус челюсть. Я уже не говорю про рассеченный лоб и вот все такое, про переломанные кости даже вспоминать страшно. Но это на самом деле придирка, ведь в любой игре есть подобные условности. Если бы полный реализм, ну, к примеру, если бы на месте персонажа был я, да, то зомби вокруг бы умерли сами от скуки или от смеха, потому что я бы целую вечность решался прыгнуть с одной крыши на другую. Так что ладно. Иногда, кстати, крыши могут ломаться под тобой. Не все, конечно, а только некоторые гнилые такие досочки и те в фавелах. Вот очень люблю фавелы за это, твою мать. Но в целом перемещение здесь довольно простое и веселое. После четверти игры мы получим кошку, которая упростит перемещение в разы. Почувствуй себя ниндзи, так сказать. Кошка имеет откат, но дальность у нее, как у бэтменовской техники. Можно сигануть место на трехэтажку вмиг. Прибавьте к этому систему прокачки. Она здесь не очень-то интересная. Некоторые скиллы, по-моему, вообще не работают как надо, по моим, опять же, наблюдениям. Некоторые чисто комплиментарные. В основном тут увеличение выносливости, сила удара и все в таком духе. И вот бегает наш хряк, неся в руки кучу приблуд, типа приманок для зомби, осветительных шашек. К тому же постоянно на улицах будут звуковые или ударные ловушки, которые можно активировать дистанционно, пробегая мимо них. И думает наш хряк, на кой все это нужно? Я ж одним махом, семерых побивахом. То ли еще будет. И да, будет. Но, конечно, это была бы скучная игра, если бы не ввели особых зомби. Стоит чему-то где-то бабахнуть громко, к примеру, баллона на спине пожарного, как тут же на шум сбегаются особые зомби. Либо они могут иногда просто куковать где-то там в толпе и выцепить тебя. Они не то чтобы сильны, такие же хелики, как и остальные, но крайне проворны. Уворачиваются от ударов, от пинков, которые тут тоже есть, да, от них уворачиваются, как прям упыри с Даркмисай. Даже от выстрелов иногда уворачиваются, твари. Получается, правда, не всегда, но это уже их проблемы. И бегают очень-очень быстро. Убежать от них, конечно, можно, но уже заметно сложнее, чем от обычных зомби. Из-за их изворотливости за то время, что обычный зомби только-только замахнется, они уже успевают пару ударов нанести. Кстати, не стоит тут, наверное, прям вот совсем уж недооценивать обычных зомбаков. Те по велению игры очень удачно могут уцебить тебя так вот ласково, и придется сбрасывать их с себя, а это какая-никакая потеря здоровья. Пусть и малая, но какая разница. Вообще, цепляние здесь сделано откровенно плохо. Анимация захвата, видимо, имеет высокий приоритет выше твоих действий. И получается, что вот ты уже замахнулся своим гигантским вот этим дрыном, вот твоя труба, например, с гвоздями уже приближается к черепу мертвеца, и тут срабатывает вражеский захват. Удар прерывается, и все, начиная сначала, да. Притом, дальнее срабатывание захвата тоже, знаете ли, внушает опасение. Шага так 2-3. Да у них длинный рук столько нет. Твою мать, какие же они были стремительные. Да и сама по себе анимация начинается как-то даже неплавно, резко что ли. Это раздражает. Но не более. Все эти захваты не представляют особой опасности. Разве что ты совсем уж прямо вот замешкаешься. Но вот наступает ночь. Игра радостно сообщает тебе, что очки ночью удваиваются. Те, что не сжимаются. Опыт, то бишь, за зомби тут вообще вот будет вот такой вот. Короче, удачи. Часы честно предупреждают, что скоро баиньки. И можно спать до утра. Но можно выйти в ночную смену. Как говорится, зарплата там повыше. И вот тут уже начинается хардкор. Для начала ночи тут очень темные. И в этот раз я даже ругать это не буду. В этот раз все сделано по-человечески. Чернота, мать твою, голимая. Но где-то через игровой час глаза привыкают. Имея в виду глаза персонажа, а не твои собственные. Хотя это тоже факт. В итоге темнота становится вполне даже проглядной. Но до этого момента нужно еще дожить. Именно ночью выходят на охоту самые опасные зомби. Они быстры, как бегуны, сильны, как те громила с арматуриной и проворни всех вместе взятых и на двой помноженных. Они тебя и повалят, и царапнут, и так, и эдак, и преследуют толпой. Ведь вои в ночи и по зданиям вертикально карабкаются, что те же самые вордалаки с Даркмиссай. Плюс они очень выносливые. Часто выдерживают даже обойму пистолетных патронов. А попасть в голову в темноте по быстро движущейся мишени получается не всегда. Вот тогда-то ты и понимаешь, нафига нужны все эти звуковые приманки, навыки маскировки с обмазыванием себя кровью зомбаков и прочим говном, пистолет с глушителями и подобные вот приблуды для ниндзя. До рассвета доживут не только лишь все. Но чем же воевать с такими тварями? С такими и с этакими? О, тут своя система вооружения, знаете ли? Да, на первых порах это, конечно, оружие ближнего боя, сделанные из всего, из чего только можно и нельзя. Скажем, старая доска или какая-нибудь ржавая труба, на которую на суперклей посажены торчком не менее ржавые гнутые гвозди. Ну и все в таком же духе. Бегая по миру, мы собираем всякий мусор и в том числе чертежи с экстравагантными названиями. И уже по ним можем собирать вундерваффе. Для сборки нужны ингредиенты, которые валяются тут повсюду и лежат в сундуках, делясь часто по цвету. Чем ценнее цвет предмета, тем больше бонусов он даст при сборке. Помимо ингредиентов нужна основа. Важен именно тип оружия, то есть если чертеж предполагает режущее одноручное, то это может быть и меч, и мачете, и катана, и кинжал, неважно. Потом все это можно сверху заполировать, усилив по линейкам мастерства обращения, урона и других параметров, влияющих, например, на скорость атаки. Плюс к этому есть еще метательное и огнестрельное, конечно же, оружие. В чем тут подвох? Хм, да во всем. Начнем с визуала. Я понимаю, игра идет в реализм, хотя в игре про зомби хоть чем-то все же можно было пожертвовать, на мой взгляд. Но как же здесь выглядит самопал? Я не могу просто. Крайне редко удается создать что-то красивое, эстетически красивое. Однажды удалось собрать нечто похожее на циркулярную пилу на железной трубе, и она даже работала, крутилась, ворчала. В основном все выглядит убого. Например, если ты берешь молоток и по чертежу с паповским названием, типа Сиянье Рассвета, краптишь самопал, то на выходе получается такой молоточек с примотанным изолентой к нему батареечкой и парой проводков. И теперь молоточек искрит, и бьет немножко током зомбарей. Все. Если урон огненный, то к лезвию, скажем, меча будет примотана горелка. А че нет-то, да? И все в таком вот духе. Во всем этом нет никакого изящества. Притом изящества нет и вокруг. Сплошная грязь, разруха и трущобы. Хочется иногда какой-то, знаете, эстетики. Дайте мне эстетики, изнывает душа поэта. Я не требую, конечно, силовых мечей с говна и палок, но в райзинге даже из светофорного столба и изоленты умудрялись делать электропосохи. Хотя та игра, конечно же, отчасти юбористическая, но да ладно. Но это все-таки косметическая беда, можно и потерпеть. Оружие, как и положено, ломается, его можно чинить, увы, лишь ограниченное число раз. Зависит, конечно, от усиления и прочих параметров. Манчкины плачут горькими слезами. Да и другим типам игроков иногда трудно решиться использовать самые крутые свои модификации на оружие, которое через пару часов игры придет в негодность. А модификаторы такие ты еще вряд ли найдешь. Хотя, конечно, можно найдешь, но кто ж знает-то наперед, правильно? А вот оружие будет все сильнее и сильнее с уровнем. Часто ты даже не успеваешь доломать одно, как оно уже неэффективно, и ты вынужден крафтить другое, иначе будешь по полчаса лупить одного хилика. Кстати, повышение уровня тут идет по четырем направлениям. Это выживаемость, главное, оно и определяет уровень. Ловкость, сила и что-то еще. Не помню. Важна именно выживаемость. Не скажу, что скелы тут прям вот совсем уж не нужны, это не так, но некоторые из них вызывают сомнения. Например, скилл владения щитом. Да, тут есть баллистический щит, и, казалось бы, пусть не в одиночке, но хоть в кооперативе же он должен себя как-то оправдать. То есть, один прикрывает, другой воюет. Нет, нифига, щит работает очень плохо, и он тут явно лишний. Мает с ним только время зря терять. Щит относится к предметам, и среди предметов тут есть и другие, метательные. Про всякие файеры и гранаты упоминать не буду, оно и так понятно, как это все работает, только грохот порой привлекает лишнее внимание. Но тут уже сам решай. А вот куда интереснее всякие ниндзявские примочки. Да, прокачка ловкости подразумевает не только преодоление препятствий более изощренными способами, но и метание во врагов всякого. Да, можно метнуть оружие, но потом поди его найти в полусхватке. А вот расходники другое дело. Метательные ножи, сюрикены, предмет тут используется на отдельную кнопку. Ну и, как положено, предметом есть расходники разной силы. Вспоминаем про цвет. Обычные зомбаки неплохо так отлетают от них, особенно если целить, как и положено, в голову. Более габаритные также, кстати, вполне хорошо. А вот локи и быстрые часто уклоняются, но на самом деле против них это чуть ли не идеальный метод. Сбивать сюрикены на подлете такого вот это истинное удовольствие, сравнимое только с прыжком с высоченного здания в мусорную кучу. Ага, вы чё? Это ж апофеоз паркура, дурачок Эцело или Альтаир прыгал в стог сена. К этому мы привыкли, мол, фиг с ним, что сена слишком мягкая, высота слишком большая, что там может быть иголка в этом стогу сена, да? Но скажите мне, вот просто скажите мне честно, в 21 веке какова вероятность, что в мусорной куче, в пластиковых мусорных мешках не будет битого стекла, или лампочек, или других предметов, после приземления на которые ты скорее уж будешь готов предстолкнуться лицом к лицу с врагом, а не убегать вот так вот. Какова вероятность? В общем, решение какое-то очень странное, как по мне, мусорная куча, надо же, а? Ладно, вернусь к теме расходников. Знаете, в один момент тебе начинают попадаться всякие мечи, ятаганы, метательные кинжалы, инкрустированные камнями, и чем выше уровень, тем чаще, кстати. К таким батарейки скотчем приматывать даже как-то стыдно, и вообще создается стойкое ощущение, что первым делом мародеры тут грабанули все музеи, и теперь все, что награбили, метают в зомби, или продают, чтобы метали другие. И мы реально часто воюем восточным антикваром, а я и не знал, что играют в сиквелу Расхитительница Гробниц. Такая вот забавная забавность. Беда метания в том, что скоро появляется кошка. Кошка тоже является предметом, и для ее использования нужно, видимо, переключать предметы, а так как кошкой ты пользуешься нон-стопом, очень скоро ты просто забываешь использовать метательное оружие, и оно у тебя копится в сундуке, копится как клондайк Кащеевский. Или еще лучше, вот это просто идеальная картина. Подбежав к краю крыши, ты вместо кошки метаешь в воздух ножек, и с криком «Ю-ху!» летишь навстречу загаженному асфальту, а после смерти возрождаешься на ближайшем безопасном пункте. Ну и чего? Вот неужто так сложно было сделать использование кошки на отдельную клавишу? Это решило бы много проблем. Тем более, есть столько рецептов метательного вооружения. Правда, тут вступает в силу крафт. Да, крафт будто бы из олдовых игр. У тебя есть, скажем, ведро травы и ведро марли. Ты можешь сделать из них пол ведра аптечек. Вопрос вам, игроки из 2015 года, где есть Dark Souls, Bloodborne, Ведьмак. Вы будете крафтить по одному предмету? Или все же скопом? А вот ответ, по одному, потому что скопом здесь нельзя. Более того, крафт тут не мгновенный. Это полоска. Да, секунда, полторы, но... Зачем? Зачем она здесь? И после еще надпись, мол, скрафчена, и нужно нажать Enter, или же кладнуть мышкой по кнопке ОК, чтобы скрафтить еще одну аптечку. Ну, благо не одну, предметы здесь скрафтятся по 2-3, иногда по 4 за раз. Но, блин, что это за халтура? Что это вообще такое? Да даже для Скайрима в 2011 году это был один из самых первых модов. Крафт одним нажатием, без вопросов. А вы точно уверены? Это убивает интерес к крафту, и проще реально купить что-то. Да еще и ползать для этого ингредиента собирать, особенно в ночи, особенно нырять для этого. О, просто прелесть. Тем более, что скоро ты получишь дальнобойное оружие. Первым делом, конечно же, лук. По идее, еще есть арбалет, но я его так и не нашел. Подозревая, где он, но их нафиг эти испытания. Лук не ломается, но стрелы здесь как расходники, нужно постоянно докупать. Правда, плюс в том, что их можно вынимать из трупов, притом все разом, при обыске трупа. Это единственная разумная причина обыскивать трупы, ибо столь медленный и муторный процесс, твою мать, в иных случаях лишь утомляет. Можно научиться крафтить стрелы самому, и причем не только обычные, но и огненные, электрические и даже взрывные. Классно, да? Да, классно. Первое время. Потом зомби станут заметно крепче и перестанут отлетать от стрел. На одного уже нужно будет несколько особых. Это совсем не дело, особенно когда речь о взрывных. Когда зомби не умирает от одной взрывной стрелы, это уже дает повод задуматься. На тех стадиях игры уже более разумным будет огнестрел. Огнестрел, который, в общем-то, напрочь убивает весь смысл этой возни с крафтом. Да, тут не получится запасти мешок патронов, инвентарь ограничен. Благо, хоть загрузка на скорость бега не влияет, и можно доставать пушку по праздникам. Но в целом, если не отранжирить патроны, то их хватает на все. А чем дальше по сюжету, тем чаще встречаются именно люди-враги с пушками, и с них самих валятся патроны. Да и денег к тому моменту становится уже больше и больше и больше, и ты перестаешь их считать. Просто приходи и скупай всю амуницию, не глядя. То есть огнестрел правит в этой игре. Его тут три типа. Пистолет, винтовка и ружье. Выгоднее всего в большинстве случаев именно винтовка, но применение можно найти на самом деле всему. Нарекания никаких. Стреляй метко, береги боеприпасы, как завещал Авитос, и все будет ок. Но помните же, что ночью грохотать не рекомендуется. Да, есть пистолет с глушителем. И все бы ничего, но дозвуковые патроны для него нужно крафтить по рецепту, который добывается только при прохождении испытаний. И тут мы переходим к побочкам и веселому времяпровождению вне основных миссий. Вот с побочек и начну. Подземелья или же карантинные зоны с особыми заданиями, типа собери ящики незамеченным. Самое бессмысленное времяпровождение и самое скучное из всего, что я видел в игре. А когда необходимые для стелса чертежи ты получаешь только пять раз, пройдя непростую миссию на стелс, по-моему, это немножечко перебор. Вместо вышек здесь просто безопасные места. Проникаем мы через крыши, баррикадируем двери, и все, можно здесь хранить вещи и спать. Правда, непонятно, как же зомби, который умеет карабкаться. Ну да ладно, будем считать, что на ночлюки запирается. Плюс к тому же, иногда есть и правда именно вышки. И вышки здесь крутые, и с них можно, конечно, не прыгать в мусор, хотя это тоже иногда можно, зависит, конечно, от высоты. Иногда можно спускаться по замечательным проводам, канатам, тросам, или что это вообще не важно. Это выглядит, правда, классно. Забравшись на высоту, ты прям-таки ощущаешь эту самую высоту. Такого ощущения не было даже в Ассасинскриде, что уже отличный комплимент для игры. Что есть еще? Обычные побочки. Вот с ними тут полный порядок. Они зачастую вполне интересны и сюжетны, хотя геймплей на они однообразны, но этого, в принципе, никак не избежать. Хуже всего было искать тонну лекарства и кофе для больниц и прочих страждущих. Но такое бывает довольно редко. Иногда миссии придется выполнять именно ночью, что добавляет остроты ощущений. Особенно та миссия на мосту, где я постоянно срывался и падал. Но это уже моя вина. Также можно просто побродить по карте и поискать всякие призовые статуэтки или жетоны, или ингредиенты, траву там всякую, наяды и прочие аптечки. Особенно круто искать подводные водоросли, потому что плавание в игре сделано из рук вон плохо. Но по миссии в затопленных коридорах это еще куда не шло. Вот нырять в реку за водорослями? Зачем? Гораздо проще эти аптечки купить. При том, что, опять же, повторюсь, денег у тебя все больше и больше. Да и исследование трущоб это то еще удовольствие в такой-то игре. А исследование городка уже не так интересно, ибо на тот момент уже процентов 70 игры пройдено, и тебе многое начинает надоедать. Ты постоянно натыкаешься на запертые ящики. Благодаря чутью, которая подсказывает тебе, где и что лежит, можно узнать, насколько ценные предметы в ящике. Неясно только, что же там именно. Беда в том, что тут же есть мини-игра с отмычками. Это урезанная версия Скайримовского взлома. Урезанная в том плане, что к Скайримовскому взлом прилагается Скайрим. А здесь, к сожалению, нет. Ну и навык на самом деле не качается никак. В остальном все то же самое. Медленно мы ищем, как повернуть замок. А простые замки встречаются все реже и реже. На самом деле, прям очень редко. А если встречаются, то там лежит шняга. Вот что стоило ввести навык на быстрый взлом? Или вовсе на взлом методом отстрела замка? Или втыкание лезвия в скважину? Или там вечную отмычку мне дать, что я не знаю? Да еще и эта анимация открывания. Да, игра она вся такая вот на анимациях. Вид от первого лица, это правда классно. Но, блин. Вот, к примеру, в Дарк Мессае и взлом был, и сундуки были, и с анимацией там был полный порядок. Но вот анимации открывания не было, и мини-игры со взломом тоже. И пусть хоть кто-то скажет, что этого Мессае не хватало. Этот взлом действительно бесит. Хочется просто мимо пробежать и не париться. Зачем тогда нужны вообще эти сундуки? Скрыто убийство, если есть, то непонятно, как они работают. Я так понял, их нет в привычном смысле этого слова. То есть можно подкрасться со спины и шарахнуть арматуры по голове. Вот и весь стелс. Но это не точно. Правда, если он есть, то это серьезный косяк, так как мы вдвоем за 35 часов так и не разобрались в принципах его работы. А в обучении этого не было. Кооператив, конечно, спасает ситуацию без сомнения, как и всегда. И при том не делает игру сильно легче. Можно зазеваться и разбиться. А зомби, хоть и хилые, все же их, ну, немало. Конечно, не как в Дэд Райзинге, повторюсь, но тем не менее их достаточно. Да и среди них, опять же, есть опасные представители. Ночью же, что вдвоем, что всемиром, все одно сложно. И это радует. То есть тут нет такого, что один с криком «Эй, Смягул!» отвлекаясь зомбаря, нарезая круги вокруг фонарного столба, а второй его в тот момент расстреливает. То есть сложность здесь сбалансирована, и это очень радует. И даже огнестрел не сильно-то спасает в таких вот ситуациях. Хотя он, без сомнения, правит бал. Непонятно, зачем припрели соревновательный элемент в кооперативе. На мой взгляд, кооператив подразумевает совместные слаженные действия, а игры типа «Кто быстрее добежит до точки» и больше подходят открытому мультиплееру в каком-нибудь там GTA или в PUBG. Часто соревнования включаются даже не спрашивая тебя, и это раздражает. Мне плевать, что я быстрее настрелял зомби или медленнее метал в них музейные экспонаты. Награда все равно чисто формальная. Ну и в целом, на мой взгляд, игра перезатянута. Конечно, ее можно было пробежать быстрее, чем за 35 часов, но мы по привычке исследовали все. Игра же для этого и сделана такой, открытой, с возможностями, правильно? Иначе бы делали коридорный шутан, вот как Call of Duty. И те самые исследования, в общем, они не стоят того. Часов 20 еще куда не шло. Как зомби-апокалипсис игра все-таки какая-то пресная. Как паркуристика, ну, есть и получше, тот же Assassin's Creed. Там и атмосфера, и интерес, и стиль. Как выживастик Выживантус, Dying Light, ну, тоже так себе. Вот как шутан, он вполне неплох. Если бы огнестрела сделали побольше, сделали бы на него именно упор, давали бы его раньше, или дали бы больше дальнобоя, то было бы интереснее. А по итогу весь этот винегрет, на мой взгляд, сильно переоценен. Я бы никогда в жизни не стал нахваливать эту игру. Да, она неплоха, но вот именно что неплоха, но все же сильно на любителя. Если вы как раз являетесь любителем того, что услышали, и тем более игр про зомби, то я уверен, вам понравится, удовольствие вы точно получите. А если есть еще друг для коопа, то и тем более, если с другом вышел в путь, да, знаете, как это бывает. А если вы просто ищите во что бы поиграть, пофиг во что, то Dying Light явно лучше пропустить. На данный момент готовится выход второй части, даже граффити в игре появились, подразумевая, что не я один в этой игре в конце 21 года. Возможно, во второй части и исправят множество косяков. Потенциал у игры есть, и он очень даже неплох. Но гадать не будем, выйдет посмотрим. А на сегодня все. Че сидите-то? Идите, все, я закончил. Ну ладно, ладно, хорошо. С прошедшими вас праздниками, детишки. Вот теперь валите. Субтитры сделал DimaTorzok